ЗАПРЕЩЕННАЯ ФОСФОРНАЯ БОМБА Птица, символизирующая глядку России. И изнасилованные дети с монтажной пеной. Изнасилованная 8-летняя девочка, которой просто во влагалище заливается пенобетон. Казалось бы, после такого уже сложно будет удивить. Но, надо признаться, свежее творчество канала НТВ превзошло все ожидания. 688 дней, которые я провела в кромежном аду, меня насиловали, издевались. На первый взгляд, это был стандартный ужастик с очередной узницей тайных тюрем СБУ. Такого добра кремлевская пропаганда наштамповала уже серии 50. Причем люди годами шпарят по одной методичке и одними словами. Это был холодильник в здании Мариупольского аэропорта. Пыточная СБУ под кодовым названием «Библиотека». Там стоят огромные холодильники промышленные, в которых людей сажают. Это пытка у них такая. Но это был именно тот случай, когда в, казалось бы, привычной обертке оказалась просто адская начинка. Это был именно тот шок-контент, от которого ватная публика должна была буквально прилипнуть к телевизору. Мы слушали ее с замиранием сердца и с трудом верили своим глазам. То есть нравится, когда человек лежит, весь, как говорится, обосванный в крови и униженный полностью. А у него желание секса? Кто он? Моча, секс, плетки, плетки, пальцы. Полностью раздел, да, и я справа не понимала, для чего. А потом начал руками лезть везде. Ну, не только, там, женские органы полностью. Все это с какого-то перепугу перебивается врезками из выступлений пятого президента Украины. Это маньяк, который вырвется. Он вырвется. Ну, изнасиловать он может. Любого из ваших знакомых, близких и родственников. И в какой-то момент зрители у экранов явно начинали думать, что это Порошенко лично насиловал мадаму. Подходит один из них, из-под джинсов тянет мне трусы, так, что они мне разрываются между ног. Говорит, если не разденешься, ну, сама мы тебя разорвем. Убийца, маньяк, порванные трусы. И тут же врезка из рождественского поздравления. Становись раком и били плетками. И те, кто еще сохранил здравость рассудка, смотрят на это все. И глаза на лоб лезут. Как, блин, это связано? Но фишка в том, что такого уровня творчества не рассчитано на логику. Задача простая. Рассказ с пикантными подробностями о сексе обязательно вызовет эмоцию. А картинка прямо показывает, кто в этом якобы виноват. Поднимай, ***, кофту. Показывай нам ***. Это настолько примитивно, что хочется скинуться авторам из НТВ на курсы для освоения новой профессии. Но нужно признать, что это работает. Ведь ровно этот же прием активно юзала советская пропаганда, где редкий патриотический фильм обходился без изнасилования юной партизанки немцами. И вот, казалось бы, 2020 год на календаре. А тут, здрасте, приехали 49 минут изнасилований в мелких деталях. Вы же понимаете, что вот эта всю кровь, вот этот весь процесс. И слушая эту якобы жертву, сложно не задаться вопросом. Но какая женщина, реально пережившая такое, захочет трепаться об этом на всю страну? Вышли все, остался один раздел и начал насиловать. Уходит другой, заходит следующий. Впрочем, свою версию этого психологического феномена мы вам объясним чуть позже. Ведь дама в красном платье еще та зависимая актриса. Они мешают с персоткой, говорят, пей. И видно, оно что-то там с организмом творится. То есть, ну, у меня уже уходит, уже я могу шевелиться, могу встать на ноги. Зюлия Прасулова. Родом из Донецка. Обычная семья, вполне себе интеллигентные родители. Только вот жизнь дочери не заладилась. В Донецке, когда она на фоне расставания с мужем начала употреблять алкоголь, ее подсадили на наркотики. Алкоголь, наркотики, развод. Это только то, что можно накопать из открытых источников. Ну, а дальше классика. Мужик ушел, денежный краник пересох, а яркой жизни хотелось. Наверное, потому что у меня было какое-то такое состояние. Плюс наркотики, слабая, обиженная на мужа. Приходилось добывать амфетамин телом. Догадайтесь теперь с одного раза, почему для Чувишки такие рассказы на камеру вообще не проблема. Пришел опять друг, которому нравится такой жесткий секс. Повторил все, что ему нравится. Там уже со мной пристегнутые батареи. Ничего удивительного, что при таком образе жизни красавица быстро попала в оборот сотрудника в МГБ. И тут все сложилось идеально. МГБшникам нужна была агентурная сеть про Соловой дурь. Собственно, и сама террористка позже признает, что долгое время жила под кайфом. Ну, амфетамин. Раз, два, и он так вот систематически наведывался и давал наркотики. Все чаще и чаще. Кстати, как вы думаете, почему в эпичном фильме от НТВ нет ни слова о наркозависимости дамочки? Да все просто. Пропаганде нужен был невинный, изнасилованный цветочек. Я все время повторяла очень важно, чтобы небоженька просто дал силу. Чтобы дал силу вытерпеть это все. А вовсе не завсегдатый донецкого журнала шлюхи-наркоманки. Тогда эффект будет совсем не тот. Впрочем, мы отвлеклись от главного. А главное было в том, что Прасолова после контактов с МГБ все чаще стала бывать в Мариуполе. Ах, Юля-Юля. Ах, Юля-Юля. Мариуполь был важным боевикам, как и в плане передвижения техники, так и из-за наличия тут большого числа дончан, не предавших Украину. Одним из таких был полковник СБУ Александр Хараберюш. С начала 2014 года полковник занимал должность начальника управления военной контрразведки Донецкой области. Будучи коренным жителем Донецка, Хараберюш представлял для боевиков особую опасность. Он слишком хорошо знал Донецк, знал все местные внутряки, а главное, знал людей. Главной версией СБУ касательно убийства полковника Александра Хараберюша является террористический акт, связанный с его профессиональной деятельностью. Просто послушайте, что сейчас рассказывает о нем канал НТВ. Мариупольский палач продавал тела, понимаете? Он продавал сюда тела. Продавал сюда тела. То есть вы понимаете, что они делают? Есть хорошие Донецкие, вот как эта наркоманка Юля, из которой всячески лепят невинную ромашку. Задолженно я восприняла, что так, Юля, так должно быть. Так должно быть. Терпи. Вам по сценарию пропагандистов должно быть ее жалко. А вот те нормальные люди, настоящие офицеры, которые не изменили присяги и не предали свою страну, мигом превращаются в палачей и маньяков. Хараберюш Александр, ты страшный человек. Но вот вопрос. А как назвать того, кто за деньги на дозу сознательно идет убивать своего земляка, да еще и отца двух детей? По словам очевидца, взрыв был такой силы, что в соседних домах вылетели стекла. Это видео с камеры наблюдения, где четко видно, как Прасолова, подкладывает взрывчатку под машину Хараберюша. Тут уж, как говорится, не отмажешься. А утром раздается взрыв. Внедорожник Тойота, которым он управлял, взлетел на воздух в 8.30 утра в пятницу. Хараберюш скончался на месте от полученных ран и ожогов. Человек погибает. А теперь ответьте на вопрос, кто здесь маньяк? А если бы он не сам ехал, а со своей двухлетней дочкой, что скажете, НТВ? Туда и дорога. А Прасолова в тот момент уже на всех парах летела в Донецк. Нет, не потому, что боялась мести злой хунты. Все гораздо проще и циничнее. В Донецке за убийство ее ждал хороший кэш. Впрочем, смотрите сами. Потом начала ругаться, говорит, что вы мне жизнь испортили. Какая десятка, давайте больше. Ну, дали 15. То, что у Прасоловой неожиданно появились деньги, стало видно и по соцсетям. Еще недавно бедная разведенка вдруг принялась постить фотки из ресторанов да в новых шубах. Как там Киселев говорил? Совпадение? Не думаю. И вы знаете, с тем учетом, что Прасолова зависала в Донецке, наказать убийцу было крайне сложно. Но они зря говорят, что жадность фраера сгубила. Полученное за убийство полковника деньги мадама быстро спустила. Деньги потратила на наркотики. Ну, на гульки, на наркотики. Я бумага тысячу долларов за вечер потратила. А потому решила вернуться в Мариуполь, где и была задержана. Тогда Прасолова уверяла, что даже не знала, кто такой Хараберюш. Мол, шла на задание в темную. Вообще думала, что это бизнесмена машина. Мне не говорили вообще, кто он. Я б, наверное, под машину кинулась, чтобы этого не сделать. Говорили, что плохой человек. Но натворил дел. Надо с ним порешать. Теперь же спустя годы методичка поменялась. Знала, кто такой. Фашист и каратель. Не помнила, не помнила. А тут вдруг резкое прозрение. Хараберюша, знаешь, такого, чтобы было? Я говорю, да, конечно, знаю. Хараберюш Александр. Ты страшный человек. Так бывает только в одном случае, когда люди врут. И не важно, за дозу, деньги или по каким-то другим причинам. Важно, что такая публика – это находка для пропаганды. В итоге огромная страна 49 минут смотрит нескончаемый поток ненависти. Они уже так скажут, что я уже в белом тоннеле. Глаза, ну, полопались, кровью были залиты. И люди реально верят, переживают, ненавидят и снова готовы убивать. Они, конечно, не станут копать подробности. Не увидят кадры того времени, где якобы избитая до полусмерти и изнасилованная Прасолова, целенькая и здоровенькая, вполне себе бодренько дает показания. Я Прасолова Юлия Вадимовна совершила преступление в городе Мариуполь 31 марта. Убийство полковника Александра СБУ. Это и есть правда. Но большинство зрителей федеральных каналов ее никогда не узнают, а просто поверят сказанному по телевизору. В итоге наркозависимая убийца превращается в жертву. А реальная жертва, настоящий офицер, в маньяка и торговца телами. Вот, собственно, так и работает пропаганда, превращая черное в белое. Они лишь изредка меняют мальчиков в трусиках на девочек в платьице. Однако общая линия ненависти остается неизменной. Продолжение следует...